добрый вечер дорогие друзья я надеюсь что мне слышно дайте обратную связь как мне слышно слышно хорошо я надеюсь что у меня и вконтакте и в одноклассниках везде там тоже слышно похоже что значит есть есть проблема дайте знать система вроде заменена или замена произошла давно все нормально функционировать и так начнем сегодняшнюю сегодняшнюю нашу встречу время идет очень быстро от вебинара к вебинару многое свершается о важном нужно и можно говорить поэтому давайте к этому сегодня придем значит что сегодня было бы существенно для нас сказать и просмотреть сейчас я немножко тут сориентируюсь значит хотелось бы еще раз поговорить о мотивации сегодня была встреча в интернете вернее совещание производственное совещание с кураторами регионов лидерами и опять вопрос мотивации что нас может мотивировать что должно мотивировать значит не совсем правильно мы осознаем стадию нахождение проекта мы занимаемся нет с продуктом а с проектом и так далее так далее потому что это очень важно и процесс достаточно долгий достаточно долгий проект венчурный то у него есть риски но они вы временные риски это надо все учитывать поэтому давайте еще раз пройдемся по основным моментам повторение мать учения и вопрос в том что все зависит от того как мы относимся поэтому от этого зависит наш бизнес это наш бизнес которым мы занимаемся большинство или определенная часть из тех кто слушает вебинар или заинтересован в своем развитии заинтересован в своем будущем и готов быть не пассивным наблюдателем вот я там значит проинвестировал теперь как там а вот что а вот нету новость а вот сплетен нету значит дело шва или еще что-то там поэтому давайте по порядку этим просмотрим и немножко побеседуем на эту тему значит смотрите очень важно очень важно на мой взгляд и сегодня мы об этом тоже говорили что наш сможет мотивировать вот мы с в определенном контексте об этом уже слегка говорили прошлый либо за прошлый раз о прошлом настоящем и будущем ведь смотрите прошлое это 2014 год давайте посмотрим на наш проект теперь как относиться к процессу в котором мы находимся или торчать все время прошлом вот здесь вот прошлом и говорить вот там значит были какие-то трудности вот мы начинали вот тогда мы говорили то-то мы говорили то-то обещали то-то никто уже не помнит или помнит мне часто напоминают что вот вы масло говорили то-то а обычно трактует вы обещали давайте будем значит конкретны прошлом мы будем сидеть ну и что до проекта скажем много вещей изменилось прошлого и об этом мы тоже сегодня поговорим в настоящем что происходит и мы опять-таки это по жизни так происходит к сожалению но настоящим не останавливаемся мы или торчим прошлым или же мечемся между прошлым и будущим проскакивая на большом ходу мимо сегодняшнего настоящего 10 час или же торчим будущем мечтаем вот такие-то деньги будут желательно и фокус то приближается то отдаляется значит сумма большая денег или какая-то сумма денег или какие-то дивиденды или то что я продам акции куплю дачу или еще что-то или помогу внуку школу по извиняюсь высшую учебную не важно что или я занял и такой вариант есть тут один голландец значит поднял большой кипиша уже какое-то полгода назад что я кредит взял думал что вот это самое а сейчас надо надо значит возвращать а пардон проекта еще идет и что делать понимаете то есть абсолютно неадекватные действия это почему-то потому что он был будущем он нереально осуществлял понимание базы настоящий где мы есть поэтому в настоящем у нас может мотивировать и как бы важной информации является то что происходит настоящий и вот это есть новости я не случайно сегодня вначале тем кто значит мирополисе а все остальные и те кто и мирополисе и те кто на других значит источниках массы масс-медией можете значит сами посмотреть информационные каналы скале яска скале капитала и 1 анатолий эдуард чиницкого его личный сайт там есть информация но очень хорошо сжата информация есть на последнем информационном выпуске скале капитала кабинете я не случайно этот ролик запустил там масса новостей вопрос том что там нет вау ума новостей если к этому относиться соответствующим образом что там сказано вот давайте настоящее время настоящее время очень важно сказано такая вещь что вы вышел журнал в журнале вернее значит журнале машины механизмы большой раздел посвящен технологии скайвей этого не было ни в 2014 году нет 2015 не даже 2016 не даты да где-то что-то появлялась сейчас серьезные журналы начинают нас публиковать можно сидеть и думать а что мне толку инвестор от этого можно так сидеть додумать это меня мотивирует или не мотивирует если они думаю это меня не мотивирует если я начинаю задумываться о значит дело серьезное значит то что там говорили что это не состоятельная технология то что в интернете есть тролли которые троллят и говорят о вы дураки там или вы еще там лохи или еще что-то не важно что говорят значит оказывается они что-то не то говорят они значит кем-то или чем-то оплачен или просто не себя пиарит по-разному может быть но на европейских каналах массировано идет информация причем начать такая как в испорченном кино повторяют одно и то же или на испорчены пластинки откуда это есть основание полагать кому ищите как говорится шершеляфам ищите значит данном случае не женщину а ищите заинтересованное лицо кто кому мы повстали поперек горел есть разные компании мне очень приятно или неприятно значит но просто сказать что почему бы это могло быть и не сименс или еще кто-то который боится одного другого и третьего и так далее то есть эти вещи надо все учить будем настоящим какие адресные проект где развивать вы скажете да информации мало на этот счет вот но сейчас как раз вот я вернусь к тому что во вторник мы были значит определенный состав членов правления в том числе я на совещании в минске где достаточно основательно просматривали значит возможности еще одного адресного проекта это в сан-бернардино и согласовывалось именно сотрудничество и шаги прописывались или вернее согласовывались какие шаги кто где когда будет что делать и так далее то есть инициативная группа которая там уже работает определенное время эта информация поступала сейчас это серьезный проект берется взят в работу вот расписанные действия определенные там должны быть доработки еще сделан и проект идет дальше то есть соглашение подписывается зачем это над таллиннский проект хельсинский и рижский проект зачем это нужно это надо чтобы маленькие пилотные проекты которыми не досуг большой нашей основной компании заниматься они бы начинали как бы свой путь причем основным критерием является сегодня не то эффективный неэффективный проект там а что это нам даст нет есть финансирование делаем проект доводите это дело до финансирование причем сами разрабатываете и этим отрабатываем целый ряд очень важных организационных правовых вопросов мы отрабатываем правовую базу иначе мы так и могли бы с вами сидеть дискутировать здесь на чате целевых или там адресных проектов там неважно в каком составе и и все но а реально ничего не продвигаться поэтому мы уже неоднократно говорили что капитал взяла направлении это одобрено и даны возможности сейчас это разрабатывать наработать опыт проясняется механизм и правовая что еще может мотивировать проясняется механизм права и основу финансирования адресных проектов это общие слова что конкретно за этим стоит за этим стоит подготовка размещение конкретный на конкретный адресный проект сан-бернардино в таллине таллин тут он комплексный такой проект час начинается с пилотного небольшого отрезка вот но он рассматривается этот пилотный отрезок транспортный с точки а в точку б практически с небольшим таким зигзагом их три варианта вот в зависимости от того чтобы какой-то вариант прошел потому что мы сегодня не знаем может быть целый ряд скажем таких приквонов которые надо полгода год прорабатывать согласовывать и так далее все может в проекте возник потому что сегодня можно остаться бегать согласовывать сегодня до того начать или начинать проект или же начать проект и в работе его на работе поэтому мы приняли решение что мы начинаем проект начинаем его берег подготовку вот доводим его до размещения токенов и там и там это как финансовый механизм обычный механизм обычное размещение на подобный адресный проект он обязательно будет связан с Или, скажем так, мне вчера, я выступал тут перед нашими коллегами эстоноязычными, они мне задали вопрос, ну вот скажите, вы тут размахиваете руками, показываете, что у нас тут продвигается то, там они много конкретных вопросов задавали, они знают Таллинн, вот, и, а как мы, что нам это дает, вот, будем ли мы, есть ли у нас возможность здесь домашний проект про инвестицию? Конечно есть, причем я их успокоил и успокаиваю всех, кто пожелает, у нас, у тех, кто инвестор, появится в первую очередь, в первую очередь появится возможность, ну как бы преимущество, преференции войти в этот проект, то есть сначала будет предложение со стороны уже инвестора в основную технологию, небольшое, похоже, что правовая основа для этого есть, могут быть только препоны от финансовой инспекции, с ней еще это не согласовано, если это пройдет, все, тогда мы это делаем, если нет, мы найдем другое решение, потому что есть три варианта, А, Б и С, какой-то вариант мы найдем, как привлечь уже существующих инвесторов, есть различные варианты, то есть мы работаем с этим, что здесь сейчас размахивать, кто-то спросит, ну расскажите, как это будет, не могу я это вам сегодня рассказать, чтобы завтра, значит, как сегодня Алексей Сухотоев хорошо сказал сегодня там, что не волнуйтесь, у нас будет обязательно, значит, подготовлен пакет, комбинированный или комбо пакет, мы это сделаем, но прежде надо очень четко знать, какой в данном случае, скажем, не продукт, а суть проекта, которую можно подавать как продукт на размещение токенов под этот проект, вот и все. Ну, правовые решения для увязки токенов с акциями адресных проектов, сегодня я с очень высокой вероятностью могу вам сказать, что та проработка, которую мы уже прошли, она еще достаточно на начальной стадии, до завершения еще есть целый ряд месяцев, их нужно согласовывать с юристами, тут разные умники есть, с европейским правовым порядком, работы с, значит, ценными активами и так далее надо сделать, но похоже, и те, с кем мы работаем, с ключевыми инвесторами, все за то, чтобы проект имел бы и, то есть та управляющая компания, она бы выпустила и акции под этот проект, чтобы капитализироваться и начинают просматриваться, что это очень важно и это нормально, то есть, с одной стороны, токены это так называемое краткосрочное удовольствие и долгосрочное удовольствие это акции, которые дают дивиденды, обязательно будут давать, причем мы рассматриваем непилотный проект, как конечный проект, с которого получать прибыль, как правило, он не может, это надо, я не знаю, какой проект, мы тут и по-всякому крутили, какой проект надо найти, чтобы он был вот так, оп, сделали полтора километра и он сразу очень эффективный, прибыльный и все в шоколаде, нет, это очень трудно сделать, но возможно сделать так, что мы рассматриваем, а мы так и делаем, причем это не только здесь, это и в Сан-Бернардино, это во всех других местах, и значит, что конкретный пилотный проект, он как уже сегодня представляется, как и это будет далее не так, и везде будет так, он как элемент будущей сети, системы, не только транспортной, а инфраструктурной сети, это совершенно иначе начинает смотреться, это элемент кластера, где торговые, парковочные, различные услуги, дополнительные, значит, передвижения, плюс грузовые потоки, все в одном, и тогда начинает проект абсолютно иначе светиться, начинает его капитализация просматриваться очень перспективно, и это и всем интересно, причем то, о чем я говорю, оно позволяет еще сегодня мотивировать и должно мотивировать то, что становится очевидной, становится очевидной, видите здесь, очевидная схема ограниченного выкупа долей акций, я уже тоже свыкся с этими долями, с акциями, ну раз так пишут, надо, значит, на всякий случай повторять и то, и другое, начинает проявляться, как, я сегодня не буду вам говорить, потому что может так, может так, а может еще так, но есть источник, размещение может позволить накопить средства определенные, и это будет уже, можно так сказать, ближайшие полугодия, это можно сделать, но не верьте тем, кто где-то в интернете говорит, что кто-то будет там, значит, Иванов Петрову, там Петров Сидорову, Сидоров Сиванову может торговаться, такого быть не может, если кто-то такое где-то объявит, значит, это какое-то подпольное надувательство, все, в законодательной базе нет такого, обычно этим, не обычно, а законно, этим может заниматься только соответствующее, получившее разрешение, значит, площадка или, значит, биржа и так далее. Да, компания, небольшая компания внутри может это делать, это абсолютно закрытый внутри компании, но у нас не маленькая компания, у нас там не 10, не 100 и даже не 1000 акционеров, у нас сотни тысяч акционеров, и поэтому это реально невозможно, такая вещь, и ее, под нее не подвести юридическую базу. Есть другой механизм, то есть создается соответствующая последовательность, и люди ограниченно, кому действительно, значит, нужно, могут при определенных условиях, как бы, осуществить продажу в компанию или же на созданную биржу, определенное количество акций долей, процентуальным или в каком-то соотношении, какая-то схема будет, потому что, да, действительно, такие люди есть, кому это прижало, приспичило и так далее. Но, еще раз хочу сказать, что чудес не бывает, вот, и не надо себе вот здесь в будущем, да, вот здесь в будущем, не надо себе рисовать, что вот завтра, послезавтра, через полгода, там, одна, одна так называемая номинально-залоговая акция, которая у меня сегодня есть в реестре компании, она будет выше номинальной стоимости. Я не знаю, какое чудо должно произойти, теоретически можно все что угодно придумать, если это произойдет, ну, дай бог, если это будет 1 доллар, 5, 3 доллара, полтора доллара, да, если вдруг кто-то где-то, это может в том случае быть, если где-то появится какой-то, значит, ну, я не знаю, какой вот, ну, абсолютно кому-то некуда деть, допустим, там, 100 миллионов, там, 200 миллионов, или даже уже не 200 миллионов, больше, 100, извиняюсь, 50 миллиардов долларов, представляете, да, вот 50 миллиардов долларов надо, чтобы выкупить у всех по одному доллару, я примерно говорю, по одному доллару акции, ну, вот, прикиньте, есть они где-то, вот, и это решение может принять не тот, у кого 50 миллиардов долларов, а у этого есть свой механизм, так что это не совсем так, как кто-то где-то говорит или придумывает или выдумывает, потому что есть тоже троллевские разные вбросы и не ведитесь на глупую и такую, скажем, фейковую, как она сейчас называется, значит, информацию. Capital, отрабатываем механизм инициации адресных проектов, это может нас мотивировать, должно мотивировать, мы сегодня уже не просто бла-бла-бла говорим, что давайте, вот, 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 мы реально отрабатываем механизм инициации адресных проектов, инициируем, делаем соглашение, кому это выгодно, кому это нужно, как это, как это отразится на нашей, для нас в капитализации, сейчас мы к этому придем. Это работает на повышение, скажем так, ценности проекта, потому что мы готовы, мы отрабатываем механизм этого вчера, в прошлом, извиняюсь, я не туда цапнул, этого в прошлом, значит, этого никто не делал. Мы в настоящем это делаем, ориентируясь на будущее, но в каждый следующий момент мы должны находиться в настоящем. Только так это будет и должно работать, потому что это работает, подготовка механизма адресного проекта, небольших проектов. Я задал вопрос Анатолию Даровичу, он так усмехнулся и сказал, что вы знаете, что почему мы еще сейчас уделяем этому внимание и время и готовы, значит, обсуждать, потому что для нас важно, чтобы несколько параллельных потоков шли и работы бы продвигались. Одно дело, большие глобальные проекты там в Объединенных Арабских Эмиратах, еще где-то, еще, еще где-то. Но, как мы и предполагали, головная компания концентрируется на крупных капиталоемких проектах, а надо делать и так называемые развивающиеся проекты, пилотные, которые, как я уже сказал, они будут разрастаться в сеть, что здесь сейчас и предполагается. Поэтому это очень важно. Хорошая информация была, значит, я перед вами не выступал на эту тему, но это тоже информация, которая произошла. То есть в прошлую пятницу, во вторник мы были в Минске, а в прошлую пятницу мы с группой, инициативной группой Таллинского проекта встречались с инициаторами, значит, проекта туннеля между Таллином и Хельсинки. Мы ехали туда, значит, эта группа очень такая мощная, финансово обеспеченная, вот, проект, выяснилось, что этот проект двух туннелей, он более 16 миллиардов стоит. Это оценочная, так называемая, ориентировочная стоимость, да, это почти 90 километров из Сталина в Хельсинки, не по дну, а по дну моря. Я вам рисовал, что выгоднее делать, значит, тоннель, так называемый, притопленная труба на якорях и на поплавках. Технически это все возможно, но нам в течение 15 минут выложили все, значит, регламентирующие, регулирующие и прочие документы, которые однозначно определили, что иных вариантов нет. Все, что связано с транспортировкой людей и важных грузов, подлежит какой-то технологии, которая испытано, отработан и так далее. Ни один другой проект, не прошедший там почти десятилетние испытания, не будет осуществлен. Да, мы можем этот проект делать, и достаточно критически отнесся к этой информации сначала Анатолий Эдуардович, потом он быстро сообразил, он очень такой, скажем, динамичный ученый, и он сказал, а почему бы нет, ведь все нас закажут, бога ради, мы можем и в их тоннеле сделать. Тоннель это их дело, трасса наше дело. Все. А как раз выяснилось в Хельсинки, что им интересно как раз эффективный транспорт. И размер трубы 17,5, или диаметр трубы 17,5 метров. Туда помещается все. Но больше всего их заинтересовала не пассажирская часть этого тоннеля, а именно грузовая. И если это дает возможность работы с контейнерами, что наше КБ и разработало, и совершенствует, с контейнерами морскими 20 и 40 футовыми, плюс специальные модульные контейнеры, которые как бы стыкуются и в эти контейнеры, и в так называемые фуры для развозки меньшими количествами, то это вообще начинает очень красиво смотреться. Я смотрел, как у этого миллиардера глаза загорелись. Он, значит, сказал, обменялся информацией, они показали свои разработки, свою визуализацию, где-то порядка 7 или 8 минут такой видеоролик. И у меня глаза загорелись, у нашей группы загорелись. То есть, тьфу-тьфу, как говорится, даст Бог, мы выполним те задания, которые нам дали, и они выполняют те задания, которые они себе взяли. То есть, мы протокольно зафиксировали это дело и быстренько разбежали к каждым своим рабочим местам. Причем возник очень большой интерес у финских партнеров побывать в экотехнопарке, но у них настолько расписанная программа, что вот когда мы беседовали и с Анатолием Горгиевичем, и с ними, они высказали, что ранее конца октября, начало ноября, этой встречи не может произойти. Но работы на этот срок достаточно много. То есть, это новость или не новость, дорогие друзья? Это очень важные вещи, понимаете? Я никто этого не мог сказать, даже Сибиряков этого не мог сказать. Он говорил там о разных вариантах, которые прорабатывались, но, к сожалению, целый ряд вариантов ушли в корзину пока. Пока. И с водой, и со льдом, и так далее. Потому что с этого начинать еще не совсем эффективно, не буду сейчас оценивать, это не моя задача. Да, очень много наработано, но сейчас только благодаря этому мы пришли к более-менее реальным вопросам. И опять-таки прийти к тому, о чем начать обслуживать, начать создавать сеть в Хельсинки, в Таллине, можно только с пилотного проекта, начав определенный участок. Но начав этот участок от А до Б, надо представлять, а что будет дальше? На один, второй, третий, четвертый уровень. Таким образом только можно проходить и развиваться, дорогие друзья. Ничего иного не бывает. Нет чудес, друзья, если есть у вас возможность, сколько же, сколько не жалко на... Очень интересная информация. Так, всем, кто отлично, буду забрать. Так, что у нас тут есть вопросы? Какая начальная цена на акции будет при выкупе? Геннадий, вы знаете, вот с одной стороны, меня воодушевляют такие вопросы, с другой стороны, мне возникает, может быть, потому что у меня же оскомина, да? И вы сами можете посчитать. Вы посмотрите, какова на текущий... Вот если бы завтра кто-то начинал бы, ну, предположим, начинал бы покупку или скупку, или, значит, выкуп акций, какая на них могла бы быть цена? Посмотрите, какие дисконты сейчас. Понятно, да? То есть, скажем так, выше этой стоимости или дисконтной себестоимости навряд ли найдется. И никого нету, кроме компании, да? Но у нее нет это права делать сегодня. Ни Capital, ни Евразия, владелец этих акций не имеет это права делать. И даже не Global Transport Investment. Для этого нужно иметь так называемую прибыль. Для этого нужно создать специальную компанию. И если эта компания состоится, то любой бизнес не будет себе в убыток это делать. Поэтому, опять-таки, основа реальная, так называемый, уровень дисконта. Вот от него посчитайте, какова так называемая залоговая себестоимость одной акции. Вы, скажем, инвестируете, инвестируете сегодня, я так думаю, я думаю, сегодня вы инвестируете 1 доллар, залог вы получаете до того момента, пока вы не проинвестируете остальные доллары, получаете от 50, 40, 50 акций. Вот, считайте, разделите 1 доллар на 50, на 40, вы получите, вы получите так называемую инвестиционную или залоговую себестоимость одной акции. Ее можно брать за основу. Вот начальная стоимость. Так что с токенами? Так что с токенами? Когда она можно приобретать? Когда будет обучение? Обучение будет Владислав. Значит, обучение, вы сами тоже можете обучиться. Обучать вас будут, значит, программа сейчас утрясается. И возник вопрос просто, в каком объеме давать и насколько глубоко. И пришли к выводу, что очень лезть по самые уши туда не надо. Это не наша задача. Этим будут заниматься другие структуры и уже на реальные другие деньги. Вот. Мы не имеем права отвлекать на это все деньги. И поэтому достаточно такое общее, как бы системное знание по этому поводу будет дано. Нас будет интересовать токены и так называемые возможности приобретения токенов и их увязка с акциями. Но это будет уже непосредственно привязано к проекту. А это когда проект будет готов. Что касается сроков, которые сегодня помечены, это значит, что описание проекта, или так называемая белая бумага, она должна быть готова к сентябрю месяцу, когда намечена, значит, и согласована выход на финансовый регулятор для согласования, подготовки, размещения и так далее проекта. То есть не раньше сентября. И то до момента, пока не будет объявлено так называемое размещение, никаких, скажем, таких спекуляций на этот счет не будет. Каждый может ознакомиться с описанием проекта и так далее. Поэтому вот столько вам могу сказать с токенами. Соболькова, Светлана, Владимир. Я смотрел вебинар Хавратова. Он утверждает, что в октябре уже наши доли будут от трех, и весь интернет гудит. Значит, Светлана, ну, обратитесь к Хавратову. Значит, Марья Петровна на рынке тоже говорит, что она будет продавать в декабре месяце свои акции по 5 долларов. Если есть кто-то покупатель, почему бы и нет? Не исключаю. Если бы я, например, занялся бы этим вопросом сегодня, то определенное количество... Ведь, смотрите, уже наши доли... Чьи доли? Кому он обещал? Сколько долей? Ну, Хавратов, может быть, 100 долей купит. Ну, ладно, 100 тысяч долей купит. Дальше что? Ну, зачем вестись на такую информацию, друзья? Детский сад. Он объяснял там, почему это будет? Или на основании чего? Или просто так утвердел? Не ведитесь на такую информацию. Узнайте у него, если вас это сильно волнует. Внимательно послушайте, Хавратов. Он такое не говорил. Ну, вот видите, Геннадий говорит, что не говорил. Друзья, опять мы приходим к тому... Я не слушал, поэтому не берусь судить. Смотрите, опять мы находимся в настоящем, осмотрим будущее. Находимся здесь, опираясь на свое прошлое. Будьте здесь и сейчас. И я сейчас объяснил, что сегодня, как выглядит так называемая возможность стоимости этого, извиняюсь, возврата или выкупа обратно акций. Будьте здесь, настоящим. Толком ничего не расскажем про токены и платформу. Чего ждать? Толком ничего не расскажу. Людмила, а что вам толком нужно сейчас знать? Вам ничего пока толком не надо знать. Посмотрите, откройте в интернете, наберите слово токен и начинайте сами себя обучать. Что за детский сад, дорогие друзья? Все. Если вас это так сильно волнует. Кто меня обучал токеном или технологией блокчейн? Я только сам открою, посмотрю, купил книг, целую кучу, прорыл, посмотрел, общий уровень для себя, выяснил, что я такой, и мне не надо в глубину куда лезть. Мне не надо знать технологию, как я принцип должен знать, или даже не должен. Могу знать, как самолет летает. Мне важно, чтобы он передвигался и безопасно. Все. Вот это меня волнует. И что туда лезть? Как работает этот двигатель у машины? Да, в принципе, я знаю. Все. Меня не интересует, как там трение, свистение и прочее происходит. я имею в виду, когда уже закроется 15. Геннадий, 15 этап закроется тогда, когда все инвестиции будут. Ну, что вы, детский вопрос. Вчера, кстати, такой же вопрос был задан, и инвестор, который, ну, основательно, он вложился очень серьезно в сотнях тысяч долларов, вложился в проект в нескольких сотнях тысяч, он сам говорит лидеру, который задал такой же вопрос. Он говорит, ну, ты что, сам не знаешь бизнес-плана, ты его не смотрел? Сколько надо инвестировать? На каком мы сегодня? На 12 этапе. Если завтра будет инвестиция, вероятность такая есть. Мы очень быстро можем перескочить через 13-14 или через, значит, через 13-14 и на 15 этап. Вряд ли мы перескочим через два этапа. Понимаете? Потому что это связано с целым рядом других нюансов. Вот. И поэтому здесь все не так просто. И уже, уже есть опасность, не буду сейчас комментировать их, есть опасность принимать большие инвестиции для того, чтобы перескакивать с этапа на этап. У этого есть свои, свой плюс есть, конечно, но есть и минусы для нас, для всех. Поэтому здесь есть нюансы. Всем привет с Украины. Привет. Так, обратный выкуп будет только после закрытия у нас Виктор Бабурин. Это правда. Вы знаете, не обязательно, не обязательно. Виктор Бабурин и так, и так говорил, он же говорил, где-то он говорил, что есть возможность, поэтому я вам так скажу, не обязательно это так. Это может до 15 этапа. Может совпасть, может и нет. есть варианты, не буду сейчас рассуждать на эту тему. Роза Хикмат, значит, конечно же, он объяснял и давал основания для этого. Да, правильно. Спасибо, Роза. Людмила, для закрытия входа в Корневую будет продолжаться на разнице в дисконтах. Ну, в принципе, правильно, да, Людмила. Да, да. В принципе, в принципе, вы правильно объясняете. Поэтому можете поиграться, посчитать. Кстати, есть здесь в Эстонии ребята, вот я недавно узнал, они игру, финансовую игру, значит, купили и на ней играют и всем становится сразу очень понятно, что и как, откуда ноги растут у акционерного капитала, как происходит капитализация, как она влияет на стоимость акций и откуда вообще можно ждать дивиденды, откуда как формируется капитал акционерный и так далее. Так, когда будет строить высокоскоростную трассу, полгода уже прошло. Но прошло не полгода, прошло значительно больше, Владислав, по высокоскоростной трассе. Вот вы же знаете, что трассу перенесли, переносят. Два места сейчас есть, значит, документы согласуются, как только будет согласовано, Анатолий Дарча объявит об этом. Скажите, а реально проекты где-нибудь где-нибудь начали осваивать, строй? Нет, пока строить нигде не начали, кроме как в эко-технопарке. Никак, пока еще никак, Людмила. Так, Владимир, вечер добрый. Каких новостей ожидать на эко-фесте? А вы билет уже купили или нет? Что это там? Арслан, а, Нишагин. Значит, вам билет уже купили? Очень много интересных новостей. Анатолий Дарча, я задал вопрос, он сказал, что будут новости, будут. Не имею права говорить, как раз перед тем, как мы начали совещаться, вышли люди, которые дронами занимаются. там очень много интересных новостей может быть. Владимир, ответ на вопрос, я отключался тогда. Ну, Александр, когда появится офис в Минске и сколько примерно инвесторов из Беларуси? Не знаю. Вы знаете, не могу вам сказать, не владею такой информацией. Когда появится офис в Минске? Это зависит от вас, дорогие друзья, потому что везде компания, никаких офисов нигде не она открывает. Я поясню, у этого есть и так называемый экономический резон, и есть юридический правовой резон. Потому что если бы у нас были бы офисы в европейских странах, то эти офисы уже давно бы, мягко выражаясь, арестовали. Понимаете, пришли бы, подрученьки Белы со всей техникой бы унесли бы куда-нибудь. Потому что как ни крути, как ни верти, если быть честным, то мы и так, и так смотрели. Инвестиции, они достаточно, мы называем это краудфайнансингом, но этого понятия нет. И, как правило, законодательство дает подвести подсуществующее законодательство. И для этого найти, мы с юристами сидели, разбили на две группы, одни оппонировали других. И они все доказали, что как вы не называете долями, значит, смарт-контрактами, в конечном итоге по логике вещей выходит, я вас не отговариваю, я просто говорю, но зуб на нас не приходится, потому что мы как бы благодарительно и на общественных началах занимаемся. у нас нигде офиса нет, у нас есть ни в одной стране официального сайта у нас нет, но у нас есть общий информационный сайт, и поэтому я рекомендую всем, потому что сейчас бьются там в Германии, например, наши партнеры, бьются, давайте возьмем очень дорогого, мы нашли хорошего адвоката, он нас будет защищать, а что защищаться? Нечего защищаться, не делайте глупости просто, и не надо защищаться. Да, есть нападки, да, у нас там говорят, что вот этот самый, фейковый проект, это надувательство, это потемкинская деревня, я говорю, хорошо, это говорят, ну бога ради, пускай собака лает, что на нее, у вас есть два варианта, как минимум, или тоже начинать на нее лаять, и тратить свою энергию, или выдавать абсолютно другую члена раздельную информацию, и спрашивают, вы какую-нибудь статью, или какое-то интервью где-то выпустили, не про то, что нужно инвестировать, это каждый принимает сам решение, а про то, что эта технология из себя представляет, что она даст, насколько она решит проблемы, нет, не делали, так а зачем вам адвокат тогда, чтобы глупости делать, потом защищаться, для этого адвокат не нужен, поэтому думайте, делайте, находитесь в настоящем, и продумывайте, как вы свой бизнес делаете, потому что все придумали, привыкли работать в старых моделях, забудьте про это, дорогие друзья, мы строим здесь, в настоящем, строим свое благополучие в ближайшем будущем, но это не то, что я сегодня придумал, и сижу, жду, что там в будущем будет, это каждый день, каждое движение, каждый шаг начинается фокусироваться, делаться в этом направлении, вот и вся техника, дорогие друзья, и тут тогда все начинает становиться на свои места, все начинается с нашей головы, поэтому, что там есть, у нас новости в Австралии, есть новости по Австралии, пока идет, Хук уже строит в Аделаиде, нет, дорогие друзья, дело в том, что Аделаидский проект, он неэффективный, Хук, при всем моем уважении к Хуку, значит, ему это бы об этом говорилось, что рассматривай как систему, к чему ты потом привяжешь этот проект, его не к чему там в Аделаиде привязать, у них ума не хватает там на это, к сожалению, понимаете, да, Хук начал заняться, занимается подготовкой транспортных, грузовых потоков, грузовых проектов, но там масса вопросов, которые надо согласовывать, это работа на полгода, на год еще, на разные привязки, этот проект, с нашей стороны, он подготовлен, со стороны Ротхука и наших уважаемых партнеров там, финансирование не подготовлены, потому что это финансирование рекламное там, понимаете, все, там ничего больше нет, вот и все, весь Аделаидский проект, это изначально было видно, но они обещали, что да, мы там соберем и так далее, но этим надо заниматься, дорогие друзья, кто готов поехать туда, этот, довести до этого, никто пока, а Хукку тоже руки не доходят, потому что он-то понимает, он же грамотный человек, что этот проект неэффективный, вот, он занимается сейчас более эффективным проектом, поэтому проект стоит и по всей вероятности, когда они додумаются, как правильно увязать с другим проектом, там есть один вариант, но пока на это там нет у них ни сил, ни возможностей, как свик, офис уже не первый год есть в Минске, ну вот так в свике обратитесь, пожалуйста, я вам уже объяснил, вот и ждем, не надо ждать его, не будет такого офиса в Минске, вы сами можете открыть там, но не капиталовский офис, капиталу не нужно этого офиса, зачем? Зачем лишние расходы вести? Я не вижу такой необходимости, это не в наших целях, сейчас более важный, фокусироваться надо не на офисе, дорогие друзья. Так, когда будет строить свою стрессу, скажите, в реальной проекте где-нибудь есть, так есть новости по Австралии, я спросил, будет продажа, это вопрос, а, да, конечно, конечно, на этом и будет, Людмила, я не понял, я думал, вы утверждали, и я уже вперед, впереди воровоза побежал, что, естественно, надо смотреть по дисконку, я немножко объяснил, не буду уже возвращаться туда, обратно, мировой фонд открыли или еще нет? Нет, он еще не учрежден, потому что тут целый ряд не собраться, учредители вместе, там есть условия и так далее, ну процесс идет, Павел, на каком из этапов, что на каком этапе, ну я же вам сказал, что это может произойти в этом году, если для этого будут основания, какие предпосылки, давайте так, Людмила, чтобы я не отбрехивался от вас, а более реально сказал бы вам, и для всех остальных слушателей, уважаемых, на всех источниках масс-медиа, или масс-медиа, значит, какие предпосылки для того, чтобы вот начать здесь, повторюсь, значит, первое, это то, что есть реальная прибыль, а не за счет притока чьих-то инвестиций, то есть, должен быть проект, из которого есть прибыль, и тогда из этой прибыли можно начинать этот процесс, теперь, значит, следующее, что должно быть, должно быть прибыль, и организована юридическая основа, как это делать, практически проработано то, как, значит, в реестре это дело все осуществлять, потому что отсюда пришло 100 тысяч акций, значит, они должны куда-то разместиться, да, этот механизм проработан, поэтому надо просто будет организовать компанию, которая это будет делать, на разнице, что в принципе, в принципе, это можно было бы начинать уже в ближайшее время делать, если была бы прибыль, реально прибыль проекта. Я здесь говорю, что появляется, значит, где вот я тут говорю, что становится очевидной, видите, да, вот тут становится очевидной, я здесь и вам покажу, стрелочка делась, становится очевидной схема ограниченного выкупа доли акций, становится очевидной, Вам тоже здесь покажу. Очевидная схема ограниченного выкупа. Проекты, вот эти первые адресные проекты, они могут, пилотные проекты, могут дать при так называемом превышении суммы, отмеченной на размещении токенов. Например, нужно собрать или проект требует 10 миллионов. Было объявлено, пошел процесс размещения и накопилось 15 миллионов. Вот разница дельта 5 миллионов, из нее определенный процент можно уже рассматривать на этом этапе как прибыль или в счет прибыли. И это база. Но дело-то в том, что здесь затрат вообще не будет. Просто должен быть источник прибыли, из которого берется, например, 1 миллион. Например, я говорю например, не берется, а например, берется 1 миллион для того, чтобы у Иванова, Петрова, Сидорова и еще у 100 человек определенное количество акций выкупить по определенному дисконту, как Людмила говорит, на разнице. То есть поменьше, чем сейчас их себестоимость в потоке инвестиционном. Их так называемая залоговая себестоимость инвестиций или кредита поменьше. И потом их следующим, кто, в проект отдать капитал, что капитал, пожалуйста, размести. Но это надо договориться еще с GTI об этом. Это все возможно. И капитал, и он вернет сумму. А плюс, что на этом был, он еще останется, это дополнительная прибыль. И таким образом процесс можно делать. Но только из таких денег. Понятно, да? Но это все надо организовать и обосновать, и согласовать. Мировой фонд, на каком этапе? Есть ли уже предзаказы на технологию? Владислав, значит, сейчас я отвечу, интересно вы задаете вопрос. И внесена ли предоплата по бизнес-плану? Надо предзаказы на 5 миллиардов уе и предоплата на миллион уе? Не понял. Значит, что это вы имеете в виду? На какие 5 миллиардов уе предзаказы и предоплата на 500 миллионов уе? Да, предоплата. Нет, это не предоплата, это аванс. Но не знаю, откуда вы это... Это как вариант бизнес-план... А, бизнес-план к 15-му? Нет, нет, нет. Нет, на 15-м вы не то вычитали Владислава. На 15-м, на 12-м этапе, дорогие друзья, там нужно 25 миллионов инвестиций. Понимаете, да? А вы говорите мне про акции. Предзаказы на технологии нет. И 12 этап мы же не технологии продаем. Мы строим экотехнопарк, инвестируем в работы и в основном 12, 13, 14, 15 этапы. Это так называемое строительство и сертификация высокоскоростного вида транспорта и завершение определенных работ, связанных с экотехнопарком, сдачей его в эксплуатацию и подготовка так называемых адресных проектов. Все. Эта доля, если не ошибаюсь, там где-то 5% всего из этой суммы, которая на этих этапах должна быть собрана. Вся 85 или 82, я не помню, процента того, что нужно собрать, каждый этап по 25 миллионов до конца, да, 12, 13, 14, 15, из них уходит на высокоскоростную технологию, не на технологию и не на выкуп технологий, а на ее сертификацию. Понимаете, понятно, Владислав? Посмотрите, да, посмотрите, Владислав, еще раз внимательнее, что там написано в бизнес-плане, получение предзаказа на технологии. Опять, ну это был 2014 год, значит, миллиона УЕ, проверьте, а вы это имеете в виду? Ну, вы знаете, это не совсем то. Значит, есть, есть очень большие планы, значит, не планы, а предзаказы есть. Есть несколько предзаказов, один стоит пока замороженным на 2 миллиарда, не УЕ, а, значит, долларов США. Вот, я не имею права, я не знаю просто, да, каковы заказы в Объединенных Арабских Эмиратах. Понятно, да? Будет время, будет объявлено. По какому принципу будут отбираться инвесторы капитал для поездок на Винни-Байке, на Экофесте? Посмотрите, в кабинете все сказано. Ну, не нужно ждать возможности продавать доли акции, не лишайте возможности в недалеком быть. Правильно, кто-то говорит, Валентин, молодец, абсолютно правильно, что вы делитесь своим пониманием, оно правильно. Получать дивиденды и жить на них, вам, вашим детям, внукам. Я разовью эту тему, кстати, это очень важная тема, она возникала, и мы в этом плане были созвучны спинами. Значит, когда мы там были, затронули эту тему. Они говорят, что люди сейчас еще не понимают, что эти проекты, которые мы делаем, мы же ведь одно дело подойти, финны же тоже носились там, китайские деньги хотели привлечь. Поняли, что китайцы не полцента не передадут сюда, значит, не приведя сюда армаду китайцев или еще чего-то, какие-то поселения, то, что они там практически пробили в Белоруссии с этим парком или с индустриальным парком. Но, смотрите, какова суть здесь? Суть в том, что наши проекты и подход, который сейчас сделан, он дает социальную гарантию. Ну, да, конечно, выгодой является вот то, о чем вы говорите, и это является базой содержания нашего социума в ближайшем будущем. Не всего тех, кто вошли в проект, но это модель для подражания, это модель. Мы еще этого сами не осознаем в полном объеме, потому что уже те проекты, которые мы будем локально адресные проекты делать, мы целенаправленно будем на это обращать внимание, Владислав. То есть, Валентина, извиняюсь. Бессрочный, да, да, Александр. Пока он такой, кому это удалось, кто проявил свою лояльность в конце 2015 года, это действует, и это, скажем, большое благо для всех. Так, после сертификации будет подписан контракт на миллиарды. Имеется не обязательно, Игорь. Дело в том, что сейчас сертификация не завершена, а контракты в разработке, это же не просто так. Многие контракты занимают до полугода, от полугода до года проработку. Что же вы думаете, это так просто? Надо создать юридическую структуру под контракт. Не все это так просто и так далее, и так далее. Все будет объявлено. Так, что еще у нас здесь есть, дорогие друзья? Дисконт. Так, вопросы. Вот я еще немножко пройду дальше. Смотрите, значит, что нас должно мотивировать на текущем этапе проекта? Что нас должно мотивировать на текущем этапе проекта? Я вам тоже сейчас открою здесь. И как мы идем к цели? Вот этот кружок японский, значит, со стрелками, это как мы идем к цели. Это к разговору прошлое, настоящее и будущее. Вы знаете, вот когда я этот кружок рисовал, у меня модель такая в голове крутилась, что, вы знаете, мы выезжаем или мы намечаем. Мы же наметили в 2013-2014 проект, а если еще дальше взять, в 1978 году Анатолий Эдуардович наметил проект, куда он целился, где эта цель была, где этот красный кружок был. Но факт то, что сегодня, сегодня где-то в более широком кругу и более массивно эта цель реализуется. Или другая модель. Мы собрались ехать из Сталина в Хельсинки. Для нас намечена цель Хельсинки в лучшем случае, в более точном случае порт Южный или там порт терминала такого-то. Но наша цель прийти, приехать в Хельсинки, если вдруг мы прибыли не в один, а в другой порт, ничего страшного. У нас в одном порту встречала машина, мы можем на такси проехать. То есть, мы в Хельсинки-то прибыли, поэтому неважно, где, в какой-то степени неважно, при глобальном проекте, куда мы точно попали, или мы попали в ближайшую, в эту точку, в эту точку или в эту точку. Понятно, да? Вот, поэтому здесь у нас очень мощный проект, и для нас важно держать фокус в этом направлении и движении, в коридоре тех критериев оценки, движемся мы в правильном направлении или нет. Что обычно не замечается при этом, вот написано здесь, у нас проект, проект не меняется, у него есть различные пазы, и важна его капитализация. А мы все хотим, чтобы что-то сильно изменилось. Это не продукт, это не амбей, где порошок меняется, значит, хотя, в принципе, база все время одна и та же тоже, понимаете? В нашем проекте это не сделать, и не нужно этого делать, нужно отходить от продуктной основы. Значит, и важна его капитализация. Кто-то скажет, а где мы видим капитализацию? Ну, дорогие друзья, все то, что делается, это делается во имя капитализации. Например, то, что создано уже, это есть уже капитализация. То, что у нас 12 этап, что это? Это тоже капитализация. Потому что, смотрите, был, значит, дисконт был там один к кому-то, один еще к чему-то, еще к чему-то, и сейчас он 1,40, 1,50, 1,60 в самом лучшем случае. Это капитализация. Ведь постоянно даже внутренняя, так называемая, себестоимость кредитного, кредитная, моя кредитная себестоимость одной акции, которая получает залог, она постоянно повышается. Посмотрите, насколько она повысилась за 12 этапов. Это капитализация. Это чистейшая капитализация. А одно дело, если бы мы сидели с вами и здесь просто считали бы и говорили об этом. С другой стороны, в противовес, на весах, в балансе стоит реальное конструкторское бюро. Когда я задал, почему именно конструкторское бюро? Сначала у нас было арендовано, сейчас у нас есть здание, свое здание. ЗАО «Струнная технология». А ЗАО «Струнная технология» 100% принадлежит Global Transport Investment. То есть, а под ним находимся мы на Евразе, на Real Sky Systems Holding, тоже акционерами являемся. То есть, опять-таки, нам. И, ну вот, и когда я задал вопрос, почему КБ, значит, вот я считаю, что это очень важно. С одной стороны, так называемая количественная оценка, другая сторона оценка качественная. И когда я задал вопрос, вот что, Анатолий Дарович, на сегодня вы считаете самым, ну как бы, большим дефицитом. Он сказал, как обычно сказал, деньги, а потом сказал, нет, вы знаете, я бы сегодня вывел на первое место кадры. Я спросил, почему, он говорит, а очень просто. Вы знаете, в какой-то степени процесс привлечения денег продолжается. Но вот с кадрами большие проблемы у нас уже есть. Потому что мы обменяли или мы в хорошем смысле проротировали кадры и остались лучшие из лучших. И уже негде взять. То есть, просеяно все. Есть люди, которые просто напрочь не принимают технологию с ковей. Но высококвалифицированные специалисты в своем узком деле. Да, с такими нельзя работать. Такие поуходили. К сожалению, что они уходят от хорошей зарплаты и так далее. То есть, кадры. А это еще только развивается этот вопрос, дорогие друзья. Поэтому КБ, конструкторское бюро, проектировщики, это тоже капитализация. В них вложены деньги. В их развитие они прошли определенное накопление. Это наш резерв, наш потенциал. Я уже не говорю о производстве, я уже не говорю об эко-технопарке и так далее. А продукт должен меняться. Нет, продукт не должен меняться. У нас меняются так называемые элементы проекта. Добавляется. Смотрите, сколько новых разработок сделано. Проект это как цель. Понимаете, которую я вам нарисовал. На выходе проектной документации массы целевых характеристик. Они именно показывают, в цель мы идем или к цели идем или нет. Приближение к цели мы постоянно ждем. Мы как бы ориентируемся. Вот что называется информация для нас. Вот что является мотивационным. Движемся мы в коридоре. Или мы вообще поехали в Хельсинки, осмотрим, что на горизонте черты Рижского Зморья. Опа, а мы вообще не туда ехали, друзья. Вот что важно. А мы не смотрели. Ага, этот остров, этот остров. То есть мы не смотрели. Вот эти вещи надо подавать. И это является нашим аргументами, когда мы кому-то презентуем эту технологию. Мы инициируем или пытаемся инициировать какой-то проект и так далее. Я в первую очередь начинаю с этого. Было то-то, движемся так-то, мы в потоке. Люди сразу это понимают, квалифицированные. Значит, есть еще вопросы. На начальных этапах стоили, стоили, стоили. Они не стоили, значит. Они просто, была их так называемая инвестиционная себестоимость. Запрашиваю дороги с шестиместными. Немножко, как раз. Правильно. Очень нужно обратный выкуп хотя бы по центру для особы. Да, Светлана, согласен. Нужен. Нужен. И поэтому бьемся над этим сейчас. Будет решено. Я больше, чем уверен, что мы решим это. Есть тут еще. Так, в Индайсе тоже пока заморозка. Нет, не заморозка. Там такой, ну скажем, идет проработка, осмысление. Там сначала вау, а потом, значит, когда приходят, уже приходим к конкретным реальным шагам. Надо затраты делать, надо делать реальные шаги. Появляется, что квалификации не хватает. Начинают что-то отвлекать. То есть люди и здесь, и сейчас, из настоящего. Опять-таки, значит, были в будущем. Возвращаются в прошлое. А в настоящем не состоятельные. Насильно ничего не сделаешь. Вот вам и Индонезия. Да, на выставках участвуем. Мы постоянно находимся. То есть мы свои обязательства выполняем, дорогие друзья. И это является тоже индикацией. И это очень важная индикация для мотивации. Игорь, ну я только что говорил, а вы мне опять задаете дурацкий вопрос. Я извиняюсь, что я так говорю. Дурацкий только что объяснял, откуда деньги компания возьмет. Из прибыли. А для этого нужны проекты. Компании Capital негде взять. Она не бизнес-компания. Global Transport Investment тоже пока не бизнес-компания. А Евразия, Нарелоскавея, Системс Ходинг, она не имеет права бизнесом заниматься. Поэтому пока не будет компании, пока не будет прибыли от проектов, никакого выкупа не будет. Хавратов, обращайтесь. У него где-то там, видимо, есть прибыль. Движенные, не нужно будет обратный выкуп. Когда уже будут дивиденды, Игорь? Будут. Будут. Тогда проекты будут. Эмиль, Германия. Владимир, есть возможность инвесторов мотивировать на многократное увеличение товарообода в Skyway. Предлагается инвесторам использование без рискового капитала, с доходами, без потерь. Да, почему бы и нет, вперед, молодец, Эмиль, хорошая идея. Да, по проектам конкретным, потому что по технологии это достаточно не просто делать, а по конкретным проектам можно вот эту модель, которую вы, Эмиль, показали, вполне можно делать. Конкретно, согласен. Церковь завершена на Unibike, не совсем, там есть еще, почти завершена, да. В принципе, завершена, можно сказать. Контракты заключены. Индия запрашивала дороги шестиместными в небесах, раз, ну и что, да, запрашивала, запрашивала до тех пор, пока у них выборы не прошли, пока выборы не прошли, как раз, да. Каким же образом будет вестись обучение кадров, проектантов, строителей, эксплуатационников. Ой, непросто, я об этом говорил, сегодня уже не буду к этому возвращаться. Посмотрите прошлые вебинары, там общая информация была, выборы нет, нет, у них нет выборов, у них там эти миры все назначают. Я понял, с заковыркой ваш вопрос, спасибо, Игорь, за ваш юмор. Значит, все правильно. Не умолись, чтобы установить баннеры на Анжелина Павелия, это запрещено, как причина, спасибо. Не думали, чтобы установить баннеры. Ну, эффект этого баннера небольшой, хотя, в принципе, в этом есть смысл. И, скорее всего, понимаете, мы будем этим пользоваться, может быть, если маркетинговая компания конкретного адресного проекта придет к выводу или разработает, что вот именно на этот проект имеет смысл сделать баннеры, то баннер как инструмент или, вернее, средство будет использоваться, естественно. Его надо использовать, согласен. Думали, это взвешивается по бизнес-плану. Покажут действия или статики. Увидите, Владислав, я сегодня знаю, когда, 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 даже, может быть, больше подъемного, более подъемного, увидите. Может быть. Но тонну, наверное, увидите точно. Так, что у нас еще? Вот практически, значит, у нас время уже истекает. Я просто быстро закончу, значит, настоящий с вами проект. Важно, мотивирует, мотивирует. Соблюдение конвы проекта мотивирует, мотивирует. Способность к развитию и проявлению новых решений, появлению новых решений. Ну, друзья, больше мотивации. Вот ищите эту информацию. Значит, мы сейчас, как, мы должны эти изумрудинки, эти бриллианты искать, значит, в очень большой массе информации. Не хочу сказать навоз слова. Понимаете? Что очень много всего. Так ловите оттуда не сам навоз, а именно вот то, что нужно. Вот основные, как бы, критерии, на что ориентироваться. Последовательность ведения дел. Ну, слушайте. Экофест, не экофест. То есть, конференции, обучение, инотранс 2016, 2018. Мы уже специальные гости там. Потому что один из самых инновационных транспортов. Мы делаем уже этот, инотранс начинаем делать. Многие начинают туда только из-за этого ехать. Проект профессионализируется. Профессии появляются новые. Их не было раньше. Капитализация растет. Об этом я тоже уже говорил. То есть, дорогие друзья, вот на что я рекомендую ориентироваться. И на завершение хочу показать вам еще, значит, один момент, значит, по платформе. Global Transport Investment прошло вот в информационном решении, что платформа 3D Experience, значит, сейчас разрабатывается, мы называли ее, базовое ее исходное название было Transnet. Разработка не мешает нам проводить адресные проекты. Мы можем, если понадобится, можно воспользоваться существующими. Потому что это займет времени. Это не тормозит. Мы пришли к этому выводу. Если нужна платформа для размещения, ее можно будет воспользоваться. Но можно размещение делать и без платформы. Без объявления на какую-то международную платформу ICO. То есть, крипторешение или токенов. Поэтому у нас все основания есть. Для нас сейчас важно, чтобы мы фокусировались на создании центра подготовки адресных проектов. То есть, первичные элементы этого все отрабатываются сейчас на двух-трех адресных проектах. Фактически, это и есть прообраз создаваемого центра подготовки адресных проектов. Потому что сам центр, он не цель сама по себе. Важно то, чем его наполнить. Вот, и этим тоже, над этим работаем параллельно с реальным проектом. И центр кооперации я специально выделил в желтый или в оранжевый, или как он вам смотрится, цвет. Центр кооперации инвесторов. Вот в чем наш мощный ресурс сейчас и в ближайшем будущем. Поэтому будьте реальными инвесторами. Принимайте это все, чем мы занимаемся, как наш совместный бизнес. И будет вам счастье, дорогие друзья. Вам, вашим детям, детям ваших детей. Всего вам доброго. Сегодня мы завершаем. Желаю вам продолжения хорошего лета. Чтобы лето было у вас и в душе, и в теле. Берегите себя, берегите своих близких. Строй скорей, спасай планету. Всего вам доброго. Сегодня завершаем. Строй скорей, берегите себя, 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 Продолжение следует...